Кто от шпильки до булавки, кто от туфелев до шляпки, элегантность сама, от меня без ума, и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любой. Всё дело в шляпе. Добавить нотку загадочности, элегантности, кокетства или сделать головной убор ключевым элементом образом. По словам специалистов, выбирая головной убор, лучше ориентироваться на тренды, которые будут актуальны несколько сезонов. Панама – это универсальный вариант, символ элегантности и практичности. Он прекрасно спасает от жары и ветра. Также в случае необходимости аксессуар можно легко свернуть и убрать в сумку. Она напоминает по форме шляпку клош и подходит любому типу лица, что большая радость для всех девушек. Хорошо сочетается и с летним сарафаном, и можно надевать и с костюмом, допустим. Тогда образ становится более расслабленным. Самый модный головной убор в этом сезоне – шляпка-морячка. Это идеальный вариант для создания расслабленных и романтичных образов. Они бывают белого цвета, тогда это больше морская тематика. Но если мы говорим про межсезонье, то вот ткань типа денима – идеальный вариант. Сочетается и с тренчем, когда на улице прохладно, и с жакетом, когда вы куда-то пошли, достаточно тепло. Ее можно надеть и с летним платьем, и в следующем сезоне тоже. Что касается расцветки, то сейчас на пике популярности – графичные арт-принты или леопард. Еще один вариант – это берет – мягкий головной убор без козырька. Уже на протяжении нескольких лет он не теряет свою актуальность. Его носили наши мамы, его носили бабушки. Сейчас носят самые продвинутые модницы и девушки, которые просто хотят комфортный, красивый головной убор. В зависимости от посадки берет идет каждый. Хокетливо смотрится платок. Этот смелый аксессуар может составить отличную пару с женственным уплатьем. Однако не каждая модница рискует его надеть. По словам стилиста, если сделать это красиво, то он украсит любой образ. Головной убор – это не только защита от солнца и ветра, но и возможность продемонстрировать свой персональный стиль. Добавили вязаную шапочку бинем, и образ уже заиграл новыми красками. Подчеркнут уникальность образа головные уборы, сделанные на заказ. С 2018 года Ирина Скидан занимается их изготовлением. Рассказывает, все начиналось с того, что подруга попросила смастерить шляпу для дочери. Ирина, как человек творческий, отказать не смогла. Нашла мастер-класс в интернете и решила попробовать. Каждому хочется индивидуальную шляпу со своим именем, либо любимой фразой из фильма, песни. Поэтому эту шляпу сразу захотелось большом количестве человек. И заказывали ее в разные города, в разные страны. То есть был достаточно большой на них спрос. Для создания головного убора нужно измерить обхват головы, подобрать цвет материала и декор. В этом сезоне особенно актуальны шляпы в черном и соломенном цветах. Их можно украсить лентами, морскими ракушками, натуральными камнями, бусинами, цветочками и колосьями пшеницы. Существуют разные модели. Если вы ни разу не носили шляпу, специалист рекомендует начать с Фидоры. Она подходит практически всем. Канатье – хороший вариант для женщин с овальной формой лица. А ковбойская – дополнит любой смелый образ. Стилисты отмечают, примеряя шляпу, важно обращать внимание на то, насколько комфортно вы в ней себя чувствуете. А носить ее нужно с гордо поднятой головой. И тогда все ваши дела будут в шляпе. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok